2019 год уходит в историю, а это значит, что наступает время подводить итоги проделанной работы и строить новые планы. Предлагаем вам вспомнить самые важные события уходящего года и в очередной раз пережить наиболее яркие и запоминающиеся моменты из жизни Skyway. В начале года на территории опытно-экспериментального производства Skyway стартовали работы по строительству нового цеха. Для компании-разработчика это очередной шаг на пути к организации мелкосерийного производства комплектующих для подвижного состава. В первую очередь, чтобы обеспечить первые коммерческие проекты без привлечения подрядных организаций. Ввод в эксплуатации нового здания состоялся в сентябре 2019 года. В октябре в Экотехнопарке начал работу еще один новый объект — лабораторный комплекс для стендовых испытаний, отдельных узлов и агрегатов подвижного состава Skyway, а также элементов путевой структуры. В январе 2019 года в Экотехнопарк для проведения ходовых испытаний прибыл новый промышленный образец подвижного состава Skyway Univind U4-651. Благодаря своей надежности, высоким эксплуатационным характеристикам, широкому выбору опций, а также простоте и низкой материалоемкости путевой структуры, Univind может стать универсальным решением ряда транспортных проблем, таких как организация грузопассажирских перевозок в районах и регионах с тяжелыми климатическими условиями. Параллельно с тестированием Univind специалистам компании-разработчика ввелась подготовка к ходовым испытаниям новой разработки — Unicaro в тропическом исполнении. Эта модель была разработана с учетом климатических особенностей Ближнего Востока, где и планируется ее дальнейшая эксплуатация. От своего предшественника по модельному ряду новинка отличается дублированной климатической системой, гидравлической подвеской, двойной системой охлаждения, более емкими бортовыми накопителями электроэнергии, усовершенствованной системой охлаждения, улучшенной системой машинного зрения, а также салоном VIP-исполнений. В начале марта новая модель Unicaro была протестирована в специальной климатической камере, где на протяжении двух суток испытывались основные системы транспортного средства при температуре 60 градусов по Цельсию. После успешного завершения испытаний в климатической камере он был отправлен в экотехнопарк для прохождения комплекса ходовых испытаний на различных типах путевых структур. Финальную приемку транспортного средства провел лично генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий, а в сентябре машина была отправлена в инновационный научно-исследовательский технологический парк города Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре стартовали ходовые испытания высокоскоростного юнибуса U4-362, презентация которого состоялась в рамках Международной транспортной выставки «Инотранс-2018» в Берлине. Параллельно с этим специалистами проектной организации SkyWay была проведена серия предварительных испытаний систем электроснабжения, зарядки и элементов токосъема с путевой структуры. Предварительные тесты показали правильность заложенных решений и работоспособность текущей конструкции путевой структуры в качестве контактной сети. 17 августа на территории Экотехнопарка SkyWay состоялось ежегодное мероприятие, посвященное инновациям, высоким технологиям и экологии – Экофест 2019. По традиции Экофест в очередной раз собрал гостей более чем из 50 стран со всего мира, а прямую трансляцию из Экотехнопарка посмотрело около 50 тысяч человек. В этом году опробовать струнный транспорт могли все желающие, совершив поездку на любой из трех действующих трасс. Помимо новых моделей подвижного состава, инженеры SkyWay продемонстрировали свои достижения в создании интеллектуальных систем управления. Умные машины самостоятельно передвигались в режиме электронной сцепки, осуществляли буксировку, а также научились распознавать человека. Кроме того, транспортировка пассажиров во время мероприятия осуществлялась в автономном режиме. 16 апреля 2019 года состоялась презентация очередного переиздания монографии «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». Автор книги — генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий. В своей монографии он детально изложил фундаментальные законы и принципы, на которых базируется концепция струнных транспортных систем. Книга уже выдержала несколько переизданий, но основные ее идеи не претерпели изменений. Презентация нового издания монографии прошла в юбилей ее автора. 16 апреля 2019 года Анатолию Юницкому исполнилось 70 лет. Круглую дату юбиляр встретил в окружении коллег и единомышленников. Больше ста человек пришли поздравить его с праздником. Укрепление позиций SkyWay в ближневосточном регионе — главный тренд 2019 года. В апреле 2019 года технология SkyWay была официально предложена в качестве потенциальной для реализации инфраструктурного плана развития Дубая. Руководством региона был одобрен пакет проектов, предложенных Министерством транспорта страны. В число проектов вошла городская транспортная система общей протяженностью 15 километров с 21 станции на маршрутах, реализация которой возможна с использованием технологии SkyWay после прохождения всех необходимых процедур согласования. В октябре строящуюся площадку инновационного центра SkyWay в Шарджи посетил его высочество шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими, член Высшего Союзного Совета ОАЭ, правитель Шарджи. Это событие широко освещалось информационными ресурсами ОАЭ. Таким был 2019 год в истории SkyWay. Как и все предыдущие, он был непростым и насыщенным событиями. Но из года в год, несмотря на любые трудности, мы продолжаем двигаться вперед, а это значит, что нас ждут новые вершины и новые победы. Субтитры создавал DimaTorzok